Ветеринарные врачи России накануне отметили свой профессиональный праздник, который отныне освящен православной церковью. Покровителями ветеринаров считаются святые флор и лавр. В честь праздника в Кирове прошел целый ряд торжественных мероприятий. Иван Швецов с подробностями. Казалось бы, светский и церковный календарь в России существует словно в двух разных измерениях. Не совпадают ни даты, ни поводы для праздников, ни само отношение к ним. И тем не менее, из этого правила есть исключения. Сегодня отмечается День святых флора и лавра, покровителей животных и всех ветеринарных врачей. И одновременно отмечается День ветеринарной службы России. Примечательно, что решение отмечать 31 августа День ветеринарного работника принадлежит Русской Православной Церкви. Эту инициативу поддержал патриарх Кирилл еще весной прошлого года. Все выступавшие говорили о необходимости милосердия к братьям нашим меньшим и о благородной роли ветеринарных врачей в истории человеческой цивилизации. Затем порадовали малышей дрессированное животное. Несмотря на дождь и холод, дети с увлечением следили за почти что цирковым представлением. При царе ветеринарный врач меньше, чем на тройке лошадей, выезжать не имел права. И ему платили 150 рублей с золотом. Если корова стоила 15 рублей, золотом тогда, сколько мог купить ветеринарный врач? 10 коров. Сейчас сколько? Нет. Поэтому вот такое. Очень надеемся, что это произойдет. Кроме священномучеников Флора и Лавры, которые жили во II веке н.э., известны и другие святые, прославившиеся особым отношением к животным. Например, святой Герасим Меорданский исцелил от ран больного льва. Царь животных полюбил старца и до конца своей жизни не покидал обители. А после смерти святого лев три дня лежал на его могиле. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.